Ответственность за документы на груз и трезвость водителя должен нести грузоотправитель. Такое восклицание вынес глава Магданской области Сергей Носов на правительственные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. По данным госавтоинспекции, на фоне прошлого года за 10 месяцев на Колыме зафиксировано снижение ДТП с травматизмом, участием пешеходов и водителями в нетрезвом виде за рулем. Но были и тревожные моменты. В начале зимы на Колымской федеральной трассе была авария, где водитель автомобиля умер от переохлаждения. Также произошел случай с перевернутым грузовиком. Был разлив топлива и это могло привести к экологической катастрофе. По словам мэра Магадана Юрия Гришана, за пределами города в поселке часто заезжают водители с опасным грузом на борту. Они нарушают правила, не реагируя на запрещающие знаки. Такие грузовики с топливом, взрывчаткой или другим опасным грузом несут потенциальную опасность. У нас категорически запрещено заезжать с селитрой или грузчаткой в населенные пункты для того, чтобы купить водителям влогу хлеба. Они уже не так и просто с грузовым грузчаткой, даже знаки встают, что заезд в грузового транспорта, в населенный пункт, в частности снег на даме, на русском, запрещены. Поставить ограничители высоты перед въездом в населенный пункт, ответил Сергей Носов. Практика таких мер уже показала эффективность и невысокие затраты на решение проблемы. А за нарушителей с опасным грузом на борту должен нести ответственность грузоотправитель, который назначает рейс. Штрафы необходимо накладывать на компании. Если водитель попал в ДТП или устроил ДТП и был в нетрезвом состоянии, я считаю, на основе нормативной базы претензии должны предъявляться грузоотправителям. Водитель может употребить алкоголь и после проверки, отметил Сергей Носов. За таких сотрудников в первую очередь должны нести ответственность компании, осуществляющей перевозку, подчеркнул глава региона.